Новая Одесса 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 не почувствовали. Повышение на 2-3 гривны ощутимыми назвать сложно. Надеются на переход от добрых слов к добрым делам. Дарья Седоровская, Доршин Дорович и Новая Одесса. Средневековая музыка, лязг железа и звон мечей. 1 мая в Белгороднестровской крепости стартовала уже традиционная серия турниров по историческому фехтованию Стальная Лига 2013. Современные рыцари, облаченные в железные латы, выясняют отношения с помощью колюча режущего оружия, воссозданного по историческому образцу. А как куют такое оружие, выяснял Дмитрий Далматов. Шпаги, мечи, сабли, кинжалы. Созданием такого оружия в Украине занимаются считанные единицы мастеров. Один из таких живет в Одессе. И сейчас мы с ним познакомимся. Вот такая вот болванка. Ну здесь отверстие, то есть надо отрезать. То есть берется болванка, к ней приваривается держак. Это, к сожалению, погнут. Ну не страшно. Он кладется в горн. Сейчас он не включен, не работает. То есть разогревается до температуры порядка 800-900 градусов. И его можно ковать на молоте. Свой первый нож Дмитрий выковал 8 лет. С тех пор из-под молота мастера на свет появились сотни разнообразных клинков, шпаг, кинжалов, доспехов и других неотъемлемых атрибутов воинского обихода. Поступают. Поступают заказы в основном вот на такие изделия. Как бы это заготовка на Гранд Фальш. Ребята такими воюют в Бугурте. В общем он тяжелый, увесистый, достаточно больный. Одесский мастер сам производит сырье для ковки. Помимо обычного мандарный Дамаск. Меч из такой стали получается эластичным, но в то же время невероятно крепким. В прошлом году Дамаск одесского оружейника признали лучшим в Украине. Однако Дмитрий не перестает совершенствоваться. Этот меч – точная копия меча молдавского князя Штефана Великого. Основная часть работы уже завершена. Осталась лишь полировка и сделать ручку. И тогда орудие будет в полной боевой готовности. Оружие для стальной лиги изначально не затачивают, чтобы не нанести травму. Однако это единственное его отличие от настоящего оружия. В своей кузне Дмитрий создает точные копии казацких шашек, молдавских мечей и немецких кинжалов. Отличить хороший меч от плохого Дмитрий может за считанные секунды. В сезон реконструкции мастер изготавливает более сотни единиц холодного оружия. И нередко бывали случаи, когда два соперника сражались на мечах, выкованных у одного мастера из одного куска стали. Делать обычное оружие кузнецу уже неинтересно. В творческих поисках Дмитрий Эйдер движется дальше, создавая все более интересные и необычные изделия из металла. Дмитрий Далматов, Олег Шпак, Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть интересная информация и вы хотите, чтобы весь город узнал о ней, звоните нам. Телефон горячей линии 706-38-96. Наш выпуск завершает прогноз погоды. Увидимся в 21 час. В студии была Екатерина Ярская. Хороших новостей и удачного дня. Прогноз погоди від страхової компанії ТИКОМ. За данными Центру погоди, у суботу, 4 травня в Одессе протягом дня буде ясно. Вітер південних напрямків 1-3 метри на секунду. Атмосферний тиск у нормі 757 міліметрів ртутного стоппа. Віднос на вологість повітря 80%. Температура повітря вночі 17-19. Вдень – 19-24 градуси з позначкою «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія ТИКОМ. Впевненість у квадраті.